Добрый день, уважаемые видеозрители канала «Планета дзюдо». Сегодня удивительное иногда случается, к нам в гости заехал Александр Михайлович. Я не буду представлять, все знают. Добрый день. Я Роман Карасьев. Кто-то может тоже знать. Сегодня мы собрались и хотим обсудить один вопрос. Он глобальный, мы не можем его полностью в нашей видеоконференции заснять, но все-таки кодексы есть в разных областях жизни человеческой, в том числе и в дзюдо. И мы хотим немножко обсудить вопрос кодекса. В кодексе есть такой кодекс дзюдоиста, который был выработан в Канадзи-город. Узнаем мнение Александра, насколько этот кодекс сегодня соответствует своим, сегодня он соответствует и как это вообще отражается в жизни человека и может ли вообще дзюдо повлиять на развитие вот этих качеств, которые заложены в кодексе. И я, знаете, сразу вас так перебью. Сразу закончите. Не, не, не. Мне сразу приходит в память, да, вспоминается фильм «Пираты карибского моды», да, когда они там тоже говорили про кодекс. Пиратский. Да, да, да. На что сказали, кодекс пиратский – это свод правил, рекомендаций, но не законных. Что касается также, наверное, кодекса дзюдоиста, это больше, наверное, его восприятие дзюдо. То есть это не то, что обязательно должно быть и все. Поэтому здесь люди как раз, наверное, которые уважают дзюдо, как в спорте, да, считают его действительно там философией, и все там свои мысли именно вот делают так, как нужно, да, как завещал, скажем так, дзюдо Ракан. Они, да, они действительно следуют кодекс пиратский дзюдоистов, возможно, там не прям все по пунктикам, но стараются на всяком случае. Другие же люди, которые, ну, наверное, так текут по реке времени, да, и как вот все меняется, да, они, ну, немножечко по-другому относятся, скажем так. То есть, да, если для меня, допустим, спорт – это дзюдо, это вот, ну, моя жизнь. То есть, да, мне сейчас там 40 лет, из них там 30 с лишним я занимаюсь дзюдо, то есть, да, там, 3-4 лет их своей жизни я занимаюсь этим видом спорта. И я, помимо того, что сейчас тренируюсь, еще тренирую, как бы, ребят, стараюсь, как бы, им объяснить то, что это нужно им. То есть, да, тот же результат, который они там собираются дать, тех же высот, которые они стараются достичь, это нужно им. У меня достаточно медалей, то есть, да, у меня достаточно регалий, достаточно медалей, в принципе, сейчас там, да, сесть на опуху ровно, и там, как, скажем так, многие не очень хорошие тренера, да, там, просто команду дают и сидят там, да, не смотрят даже, как их дети тренируются, да, можно нормально себя чувствовать. Но я, наверное, очень увлечен этим видом спортом, то есть, да, тем более сейчас, когда я начал еще тренировать, я понимаю, что, да, вот, не зря же говорят, век живи, век учись. Почему, да, в том же Кадакане мы были удивлены, когда приходят, там, дедушки, там, по 80 лет, по 70-90 лет, и думают, зачем? А ты понимаешь, что, вот, мне, там, 40 лет, я начинаю, как бы, там, да, тренировать, и я для себя черпаю новое. То есть, да, там, если мне казалось, там, допустим, тот же, там, прием, подхватка, который я, там, делал, что я, там, все делаю в нем хорошо, сейчас, когда я начинаю объяснять спортсменам, показывать его и понимаю, что какие-то вещи я делал неправильно. Вы хотите сказать, что вы обнулились? А, не то, чтобы обнулился, но я понимаю, что, причем, да, сейчас, как бы, там, ребята, те же, там, английский чемпион, там, что, там, Дранов, что, Халмурзаев, я им сказал, я говорю, ребята, если есть возможность, показывайте мастер-классы. Вот я для себя понял, что, когда ты показываешь это все, не знаешь, да, говорят, что, когда ты что-то пишешь, нужно, там, это все прочитывать, да, будет восприниматься по-другому. Вот здесь точно так же, когда ты показываешь технику, не просто ее делаешь, а показываешь, рассказываешь, у тебя она по-другому воспринимается. То есть ты понимаешь, что вот те нюансы, которые ты раньше не обращал внимания, ты начинаешь на них, не то, что обращать внимание, ты такой, опа, я-то это не делал. То есть если бы, да, и я понимаю, что вот этого, вот, допустим, наверное, мне не хватило, не хватало для того, чтобы, там, ну, скажем так, еще лучше показывать результат, там, не так его достаточно, но я думаю, что вот если бы мне так объясняли, как сейчас, и если бы я, даже не объясняли, а если бы я воспринимал те тренировки, которые были именно вот как сейчас я их воспринимаю, то я уверен, что результат может быть лучше. Ну, ну, мы же все-таки взрослеем, да, наш жизненный опыт меняется и так далее. Давайте теперь мы плавно переходим к прокодексу, и ваше мнение, и как это вот сегодня на вас отражается или отражалось, и вот так. Итак, первый пункт, это дружба, и сказано, что дружба самая чистая из всех человеческих чувств. Если вообще дружба в дзюдо, как в виде спорта, может ли она развиваться благодаря дзюдо, это дружба, да, чувство вот это, качество человеческое? Как вы думаете? Не, ну, это есть, то есть, да, взять же, опять же, меня, у меня много знакомых, не только, скажем так, в России и друзей, а также за границей, это, там, в Белоруссии, на Украине, там, в Венгрии, куча везде, там, по Франции, то есть, люди, с которыми, ну, реально, как бы, переписываемся, как бы, там, видимся, да, общаемся. Если нет, то, там, сейчас куча соцсетей, по которым мы даже, там, общаемся, люди, там, задают какие-то вопросы, да, там, шутки какие-то, то есть, ну, все воспринимается непосредственно так. Поэтому дружба, она есть, это, это однозначно. То есть, это, что касается дзюдо, наверное, за счет нее, она стала более, наверное, географичной, да, то есть, стала много странной, то есть, если я, ну, живу в России, то, само собой у меня больше друзей будет здесь, да, и, ну, за границу, если ездишь ты, там, отдыхать или еще куда-то, ну, не так. А когда ты, в принципе, там, из года, там, месяцев шесть проводишь за границей на соревнованиях, там, с людьми встречаешься, еще где-то, еще, то, конечно, география, как бы, дружеских отношений становится гораздо больше. Вы, вот, свое качество дружбы во время занятий практики дзюдо развили больше, как вы думаете? Трудно сказать, как можно дружбу развить, то есть, да, друзей стало больше. Ну, вы, допустим, были менее дружелюбны, а благодаря занятиям дзюдо стали... Да, не, я всегда был дружелюбный и добрый, поэтому, как бы, с этим... То есть, у вас это на генетическом уровне все в порядке? Да, с этим вообще проблем не было. А так, получается, ну, как бы, приезжаешь, да, иногда приезжаешь, там, на соревнования, да, там, ребята знакомые, которые уже закончили, сразу приезжают. А бывало так, извините, Александр, бывало так, что дружба рушилась? Да нет. Из-за дзюдо? Из-за дзюдо? Да нет. То есть, так вот такого... Знаете, как, есть спортивная злость, с которой ты выходишь на татами, да, и, там, прям, бьешься, рубишься, все, но, когда выходишь с татами, все по-другому. То есть, да, многие с кем, скажем так, я сейчас дружу, я со многими боролся, кому-то, там, проигрывал, потом обратно выигрывал, у кого-то постоянно, как бы, выигрывал, и, ну, нет такого, что, а, ты у меня выиграл, буду с тобой дружить, там, или, там, вот, мы с тобой дружили, а тут ты, вдруг, у меня выиграл, все, мы с тобой не дружим. Нет, такого абсолютно нет. То есть, да, есть, ну, наверное, такое четкое различие спорт, да, где ты, ну, стараешься показать, там, ну, вернее, стараются все показать, насколько они, там, красавцы, лучшие и все остальное. Есть непосредственно, как бы, обычная жизнь, где люди дружат, общаются, помогают, то есть, да, никто не откажет, да, там, перед теми же, там, даже перед соревнованиями, да, там, стать в пару, да, там, размяться. То есть, не будет такой, ой, мне сейчас с тобой бороться, мне с тобой тринадцать минут, нет, такого не было. Вы согласны, что дружба, это самое чистое из всех человеческих чувств? А-а-а, да. Может ли дружба быть нечистой, да, это другой вопрос, да, если я дружу, значит, я дружу. Нет? Ну, почему, может быть, карберистом, да, там еще может всего быть, то есть, здесь, ну, опять же, наверное, это здесь уже от зависит, даже не скажу, что от воспитания, да, родители не будем так летать, а зависит от человека, насколько он готов быть искренним и открытым в отношениях, вот именно дружеских отношений. Вот об этом слове, искренне, следующий этап у нас, но не следующий, через один. Итак, уважение, без уважения нет доверия. Уважение, ну, дзюдо есть оно, да, уважают, опять же, если взять родоначальников японцев, да, у них это прямо, ну, четко выражается, да, когда тренер разговаривает, да, то там все ученики слушают, неважно, какого уровня ученик, там, может быть, там, многократный ученик, да, 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 но это тренер, все будет с уважением, все. Ну, и также иерархия вниз пошла, да, тех же спортсменов, которые уровнем ниже, они уважают спортсменов, которые уже заслуженные тоже, все с уважением, все, то есть, это все существует. Что касается, наверное, не азиатских стран, то, наверное, здесь уважение добивается уже не сколько, наверное, результатов, а сколько со своими отношениями. То есть, да, если там, ну, опять же, я просто вижу со стороны, да, имею в виду, там, тех же азиатов, когда ребята, там, высокого уровня, да, спортсмены, все, и как к ним относятся, все. То есть, не знаю, может быть, они в жизни тоже, там, шикарные люди, там, да, то есть, ну, не совсем не общаясь, ничего, то, если, что касается, там, допустим, той же России, да, ты можешь быть, там, заслуженный-перезаслуженный, но если ты как человек не очень хороший, то за вот эти твои заслуги тебя уважать не будут, то есть, это все-таки ты должен быть, ну, хорошим человеком, и тогда, там, тебя реально будут уважать. Плюс ты должен также уважительно относиться к своим, ну, товарищам, да, неважно, опять же, какого ты уровня, спортсмен, ты должен все равно уважительно к ним относиться. Не должен быть такой, да, кто вы такие, я, вот я. Вот это, я думаю, сразу, как бы, это все уберет вниз. Поэтому, как-то, ну, наверное, то, что хотел Дзигар Акан и что вкладывал в смысл, это, наверное, как бы, есть, ну, не во всех, как бы, там, проявлениях, но, скорее всего. Ну, а занятия, все-таки, дзюдо, они способствуют развитию вот этого качества, уважения к человеку? А вот здесь, вот, я думаю, что уже здесь, наверное, зависит от того, в какой среде, в какой команде, да, он занимается и насколько уже тренер, который преподает ему дзюдо, да, насколько он сильно к этому относится и насколько сильно он вкладывает. У вас бывало так, что вы, вот, уважали человека, а потом он свое уважение, вот, как-то, разрушил? Ну, были моменты в жизни не очень приятные, но, как бы, я на них особо не зацеплял. То есть было и было, да, как бы, что в жизни происходит, этот опыт, либо хороший, либо, там, негативный, в другом положении, поэтому здесь... Искренность. Выражение чувств без фальши. Искренность. Искренне навижу своего соперника, да. Ну, по-разному можно, да, искренность. Искренность, это... Вот выражение чувств без фальши, то есть, или вы огорчены, или вы радуетесь, да, вот эта искренность, или вы радуетесь за своего другу по команде и именно радуетесь, что он... Ну, давайте так. Знаете, вот у вашей жизни было такое, да? И не стоит, как бы, отрицать, когда бывало так, что в вашей спортивной практике, в вашей лицевой категории были спортсмены, которые везли вместо вас. Они выигрывали. Вы, вот, искренне радовались их достижениям? Вот, наверное, вот есть, без фальши, то есть, наверное, бывает, можно искренне радоваться. Я скажу вам так. Вы искренне вообще человек? Ну... В меру, да. В меру, да. Что касается... Я, вот, честно скажу, да, люди, которые ездили, там, вместо меня, на кондициональный, я вообще не знаю. То есть, да... Но вы радовались их достижениям, искренне? Или вы никак не реагировали? Да у меня было очень сильно. Абсолютно. Это же не я пойду. То есть, не я, как бы... Знаете как, я не буду, как бы, там, озвучивать людей, кто... Хорошо, а если вы что-то говорите, вы говорите это искренне? Вот когда вы? Вот сейчас вы искренне говорите? Да, сейчас искренне говорю. Вот поэтому я говорю, я сейчас вам скажу, как раз я вот подвожу, да, к этой искренности, какая она есть, не буду называть, как бы, там, имен и фамилии, да, Но были случаи, когда, там, допустим, спортсмен выиграл какие-то соревнования на высокого уровня, к нему подходит тренер, он говорит, что ты хочешь сейчас? Он говорит, я, чтобы больше никто не выиграл. Вот он сказал ты искренне, и поверьте на слово, у нас индивидуальный спорт, то есть реально индивидуальный спорт, не команда, ничего, то, что говорит там, мы команда, мы команда, когда готовимся, то есть мы готовимся, когда, опять же, да, что касается дальше, конечно, мы прекрасно понимаем, причем я даже скажу, да, по той же Олимпиаде 2012-го, да, то есть у нас ребята, ребята, красавцы, да, три золота, то есть вообще круто, да, там, три золота, серебро, бронза, вообще класс, но своим результатом они обесценили золотой уровень, я объясню почему, то есть если бы выиграл один, то это, наверное, просто, все, все к его ногам, все, когда трое, то уже, знаете, как бы, смотри, ну, трое, ну, трое, выиграли трое, то есть, да, ну, на мой взгляд, это было именно так, поэтому здесь, что касается искренности радоваться за своих друзей, то такую есть, опять же, знаете, как, когда ты выиграл, когда ты выиграл, да, у тебя все хорошо, у тебя, наверное, настроек, и все, и такой, пусть выиграл, а когда ты проиграл, то ты скажешь, да, там, переживаю, болею, все, а в душе, ну, я же не хочу по тебе проиграть, то есть, это здесь, это не то, что плохо, да, но это суть, как бы, человек, он не хочет быть один, в своей, да, там, в своей, когда, когда, знаете, как у нас, если ты выиграл, ты вот, ну, щедрая душа, да пусть все выиграл, ну, пусть все выигрывают, все, я даже помогу, сейчас все выигрывают, а если проиграл, ты такой, да, давай, давай, Я не хочу вытащить Значит, это искренне не фальшиво искренне? Нет, конечно, нет. Тяжело. Я говорю, опять же, по себе ты искренне. Когда ты проигрываешь в соревнованиях, ты не хочешь быть один проигрышем. Поэтому тебе нужно, ну, как бы... Как бы, тут такое двоякое чувство. С одной стороны, тебе хочется, чтобы команда выиграла и все остальное. С другой стороны, ты понимаешь, что я не хочу быть единственным проигрышем. Тем более, что касается, допустим, командных соревнований, когда участвует семь человек или пять человек. И получается, допустим, команда выиграла, но ты один проиграл. И вот здесь, получается, вроде как вы команда, и тренер тебе говорит, ну, слушай, команда, ну, семь бывает, да? Вот сейчас ты вот проиграл, да? Может, там, в следующий раз ты выиграешь, а потом другой проиграет. Но то, что ты один из команды, оно начинает, как бы, тебя там прямо вот... Искренне гложить. Да. Честность. Есть еще одно человеческое качество, которое изложил в кодексе... Честность. Ну, честность... Честность, это верность своему слову. Согласны вы так же. Или что-то по-другому вы можете сказать? Ну, давайте так, искренность, честность, они как-то так все-таки тесно переплетаются между собой. Но, что касается честности, честно выиграть, да, ну, я скажу так, что, как принято говорить, победителя не судят. Ну, согласен. Да. И когда ты выиграл, мы даже часто слышим, да, вот я там выиграл, там, те же, там, миры, мне говорили, ну, чего он выиграл, как бы, там, слабый мир был, да, там, еще что-то такое, то есть, да, начинают, как бы, там, любыми способами. Хотя, да, там, что один, что второй мир, там, участвовали, там, ну, все, весь топ, скажем так. Но, тем не менее, как бы, людям, ну, нужно было, как бы, что-то такое сказать. Ну, поэтому, что касается, не знаю, честности... А вот честность, вообще, вот такое качество человеческое, оно может быть развито с помощью занятий? Честность. Вот, смотрите, честность, да, вот, вы боретесь на соревнованиях. Да. Вам делают бросок. Да. Прием. Вы падаетесь. Да. Вы понимаете, что вы упали на япон. Ага. Ну, кричу, судья... А судья дает вас базари. А судья дает... Нет, нет, точнее, нет. Ну, а судья дает базари, но вы-то упали на япон. И вот здесь подойти к судье и сказать, судья, это не так. Я только подойду, мне дадут консольку. Ага. Ну, это правда. Ну, вообще, честно, можно ли воспитать честность через занятия дзюдо? Я думаю, что... Потому что люди же приходят на занятия, они хотят развиться на разные... Получается так, что вкладываете, наверное, больше, чем есть именно в дзюдо и в занятия дзюдо. То есть помимо... Знаете, как? Перекладываете ответственность на тренера ту, которую должны делать непосредственно родители. То есть, да, давайте так. Ребенок, там, с маленького возраста уже там начинает, там, конфетку стибрил, еще что-нибудь такое, да, и не всегда скажет честно. И здесь дзюдо, давайте, ни при чем. То есть это должны уже родители, да, объяснить ребенку, что нужно отвечать за свои поступки. Опять же, быть искренним, да, уважать, как бы, старших, не врать, то есть говорить честно и все. Получается так, что, да, типа, до этого человек был, я не знаю, там, ребенок, я не знаю, врун, обмаящий, еще чего-нибудь, еще такой, пришел на дзюдо, и мы раз из него сделали там человека. Ну, слушайте, ну, это очень много. Возможно, здесь, опять же, зависит много от самого спортсмена, от ребенка, да, там, который пришел. Здесь, может быть, два варианта, скажем так, развития событий. Первый, это да, дзюдо сделает из него честным, там, то-то-то. Или оно сделает так, что у него это будет еще гибер, потому что он, допустим, зная свои возможности, а потом почувствовал, что он вообще красавчик, сильный и все остальное. То есть, помимо того, что у него багаж негатива был, он еще приобретая там физику, да, там, славу, деньги и все остальное, мы можем вырастить вообще такое чудовище. Но честность, она же может быть по-разному, скажем так, можно честным быть и по отношению к себе, и это тоже такое качество очень серьезное. Я, вот что касается честности к себе, я скажу так, внутри каждого... Вы честным к себе? Вот, 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 я вот прям, вот, прям как сосед, я только хочу сказать, у каждого человека внутри сидит червячок, да, который гложет, да, там, не знаю, совесть, там, ну, можно как угодно его назвать. Который, как бы ты что ни сказал, вот даже там, общаясь с вами, да, если я что-то говорю не так, он такой говорит, ну, это... Ну, мы-то знаем, мы-то с тобой вдвоем знаем, где-то честен, а где-то... Я поэтому и эти вопросы поднимаю. Да, то есть, оно есть у каждого, то есть, да, вопрос в другом, готов ли человек прислушиваться к этому, либо он его, там, только он начинает, сидит там, не дергайся, и все, подавляет себя. Вот здесь вот уже, да, и здесь, с вами тогда уже я соглашусь, дзюдо может не дать задушить ее, тогда да. Тогда здесь, да, наоборот, именно за счет своей философии, за счет, именно, там, не знаю, доброты, которую несет дзюдо, потому что, там, не хочу, опять же, там, уже когда раз это говорю, обидеть другие виды единоборств, но у нас интеллектуальный вид спорта, в прямом смысле слова. То есть, у нас не все решает физика, то есть, нужно, действительно, иметь голову, нужно обладать хорошей техникой, да, не просто, там, пришел, там, в банку накачался, и говоришь, я сейчас буду все... То есть, это вообще ничего не решает в нашем виде спорте. Поэтому здесь, да, дзюдо может, скажем так, когда, как я не знаю, там, в церковь, да, если человек приходит, то есть, если он готов там раскрыться, то есть, она ему поможет. Если он пришел туда, но у него не было мысли, там, раскрыться ничего никак, она ему не поможет. Вот то, что, что касается дзюдо, точно так же. Если ты пришел, и здесь уже, как бы, само собой, тренера тоже большая роль, если тренер помог тебе раскрыться, то ты будешь вообще красавчиком, то есть, да, там, ты действительно... Спасибо.